Бадминтон в Мозыре культивирует специализированная детская и юношеская школа Олимпийского резерва номер один, директор Сергей Николаевич Ковалевич. И на протяжении многих лет этот спортивный центр является одним из ведущих республики по подготовке юных талантов, лучшие из которых, как например Анна Бондаренко, пробиваются в сборную команду страны. Впрочем, уже сейчас наши мальчишки и девчонки представляют национальную команду Республики Беларусь только в возрастной группе не старше 13 лет, как это было на недавнем Куке-Балтии в эстонском городе Тарту. Это были игры Балтии. Ездила от сборной Беларуси три возраста. И от города Мозыря в возрасте у 13 попали 4 воспитанника нашей школы. Это Бондаренко Татьяна, Рыбак Майя, Селиванов Даниил и Кашин Дмитрий. Валентина Николаевна возглавляла эту команду не старше 13 лет. И довольна ли наставница тем, как выступили ее подопечные на этом престижном турнире? Для первого раза скажу, что выступили замечательно, потому что у детей был первый турнир. Именно такого плана выехали первый раз дети в Европу. Посмотрели, как другие играют, как сами играют. И довольно-таки успешно. Рыбак Майя и Бондаренко Таня в паре заняли по У-13 первое место. И Бондаренко Татьяна победила в престижнейшей категории в одиночной. Заняла первое место. Это очень хороший результат. Стоит отметить, что наши спортсмены были моложе своих основных конкурентов. Воспитанникам с дюшер номер один по 12, а Дмитрию Кашину и вовсе 11 лет. Но он уже на равных борется с сильными соперниками. На год-два старше, что в таком возрасте, имеет существенное значение. В одиночном разряде я занял 9 место. В паре с Селиваном Даниилом мы заняли 5 место. В миксте занял 4 место с Рыбак Майя. Дима получил бесценный опыт на Кубке Балтии. Как и его напарник, тоже талантливый бадминтонист Данил Селиванов. Выступили хорошо. Я занял 11 место в одиночной категории. В паре с Дмитрием Кашиным я занял 5 место. А в миксте я с Татьяной Бондаренко занял 5 место. Микс, то есть смешанный разряд, был единственным видом программы, где Татьяна Бондаренко была около, а не на пьедестале почетом. В двух других дисциплинах наша следующая собеседница стала прямой. В одиночном разряде я заняла первое место. В парном разряде я заняла тоже первое место с Рыбак Майей. Мне очень запомнилась игра в полуфинале и в финале. Я играла с девочками из Минска, из своей команды. Они достойные соперники для меня. На парне с Татьяной Майей Рыбак думаем довольны как выступлением, так и турниром, который, напомню, проходил в эстонском городе Тарта. Мне кажется, выступили мы неплохо для первого раза, даже очень хорошо. Запомнилась тем, что там было гораздо больше людей и совершенно другой уровень, не как в Беларуси. Там совсем другая техника, играют некоторые лучше. И да, хотелось бы съездить еще раз и еще много раз. Много-много раз Майя Рыбак будет участвовать в престижных международных турнирах. Если так же, как и сейчас, будет хорошо тренироваться, внимательно слушать тренера. Впрочем, хочет ли стать в будущем высококлассным профессиональным игроком сама Майя? Или спросим иначе, зачем эта девочка занимается бадминтоном? Занимаюсь бадминтоном для того, чтобы достичь высоких результатов и выиграть Олимпийские игры. Ну что же, цель ясна. И почему бы не попасть для начала на Олимпийские игры, а затем и победить на главном старте четырехлетия? Благо талант и трудолюбие у девочки, как и ее товарищи по команде, есть. А мастерство с помощью наставницы Валентины Николаевны Бондаренко и Майя Рыбак, и Данил Селиванов, и Дмитрий Кашин, и лидер команды Татьяна Бондаренко повысят. В этом нет сомнений. А вот насколько высоко будет поднята планка мастерства бадминтонистов с дюшер номер один, зависит во многом от самих сегодня еще юных спортсменов. Продолжение следует...